Итак, тема проповеди будет называться «Заключительные слова мудрейшего человека». Царь Соломон был мудрейшим человеком. Он эту мудрость не получил в старости, когда у него были седые волосы. Он эту мудрость получил от Бога, когда был молодым. Когда он воцарился, когда он стал царем. Он стал царем, но он не знал, что с этим делать. Как часто мы чего-то хотим большого, но мы не знаем, что если нас туда поставить, что там делать, мы не знаем. У кого-то очень есть, кто-то молится, «Господь, дай мне крепкое здоровье». Что ты с этим здоровьем будешь делать? Жить для себя. «Господь, дай мне больших денег». Ты знаешь, что с ними делать? Я найду им применение. Ага. Они найдут тебя в своих применениях. Поэтому, знаете, когда нам Бог что-то дает, то нам, знаете, следовательно, нужно просить у Бога также и понимание, что делать. И вот Бог поставил царя Соломона. Он не отличался ничем. У Давида было много заслуг. Он победил Голиафа, он вражеские полки прогонял. Он постоянно захватывал, побеждал, прославлял Бога, пел ему. А вот про Соломона мы ничего не знаем. Такого потрясающего, что Соломон прям вообще был любимчиком Бога. Ничего. Мы знаем, что просто молодой там была какая-то определенная борьба между сыновьями. От одной жены и сыновьями от другой жены. И каждый хотел занять престол, потому что дедушка Давид уже был очень старенький. Ему было холодно всегда. И вы знаете что? И вот тут Версавия быстренько подрулила и сказала, помнишь, ты мне обещал, что мой сын будет царем. В общем, Соломон воцарился. Он воцарился, и у него были очень хорошие качества. Он приносил жертвы Господу. Знаете, часто человек вообще ничего не дает Богу. Но даже и не знает, что это надо что-то давать Богу. Он просит у Бога. Просит, просит. Боженька, помоги. Боженька, помог. Знаете, все. Я пошел по своим делам. Но знаете, у Соломона было очень мудрое, как бы правильное отношение. Он приносил жертвы Богу. И вот однажды Он принес тысячу всесожжений. Что это такое? Это означает, что целый бык сжигается на огне. Приносится Богу жертва. И таких тысячу. И Бог не давал этому инструкцию. Соломон, ты мне должен принести большой подарок. Ты должен мне принести быка. Одного. Двух. Трех. Сотню. Нет, Соломон делал это, потому что он любил Бога. Никто этого не знал. Он не был еще афиширом. Он не был известен. И тогда это очень сильно. Именно этот момент. То, что для Бога ему ничего не жалко было. Знаете, нам для Бога часто бывает очень жалко. Очень жалко. И Библия говорит, то сеет щедро. Щедро пожнет. Послушайте, если в вашей жизни нет никакого урожая, возможно, именно там проблема. Проблема в сене. Что мы сеем? Что мы будем собирать? То, что мы сеем. Если мы сеем нули, мы будем богатыми нулями. Понимаете? Так просто одни благословения нулевые будут вокруг нас. Будем купаться. Итак, Бог не давал этому инструкцию. Понимаете? Не все Бог хочет от нас по инструкции. Почему? Потому что у нас есть свободная воля. У нас есть сердце. И Бог, Он принимает именно то, что мы Ему дадим от сердца. Это не должно противоречить Слову Божьему. Как это сделал Каин. Но Бог, Он принимает нашу хвалу. Как мы это будем петь? Хоть мычать будем. Но если от всего сердца мычу для Господа. Послушайте, у него есть специальные программы, которые красиво этот звук переделывают. Чтобы он мог слышать. Не переживайте. И знаете что? Соломон именно тогда угодил Богу. Вот он говорит, Бог, мне не жалко ничего. Мне не жалко для тебя ничего. Бог, мне не жалко для тебя. Понимаете, люди уже устали. Там священники резать этих быков, сжигать. Резать, сжигать. Зачем так много? Зачем так много? Послушайте, это делалось лично для Господа. И тогда Господь явился Соломону во сне. И он сказал, проси у меня, что ты хочешь. Я слышал интересную интерпретацию. Что Иисус назван царем царей. Неземных царей. Земные цари, политика. Не принимайте Иисуса во внимание вообще. Только если религиозно. Вот Иисус Христос на Пасху. Мы сами управляем. Мы сами там все делаем. Войны развязываем. Там эпидемии. И так далее. Христа там, поверьте, нет вообще. Даже упоминания. Господь явился Соломону. И сказал, проси у меня, что ты хочешь. Проси у меня, что ты хочешь. А, существует такое понятие. Это секреты духовного мира, царства Божьего. Иисус назван царь царей. Не царь овец, не царь рабов. Царь царей. Мы, Библия говорит, что царственное священство. Мы цари и священники перед Богом. И вы знаете, что? Когда мы приносим Богу дар, как цари приносим царю дар, то царь, царь, которому мы принесли, мы его возвеличиваем. Он никогда не останется в долгу. Он не скажет, что... О, он не примет это просто как дань. О, давай сюда. Ну ладно, все, иди, молодец. Я тебе просто ничего не сделаю плохого. Знаете? Когда ты Богу принес дар, существует закон духовный. Он воздает тебе, но не столько же, а больше. Он как царь царю. Помните, царица Савская приехала к Соломону посмотреть на его мудрость? А потому что она слышала, слухи поползли. Я сейчас забегу вперед. Слухи поползли, что это необычный царь. Такого нигде еще никто не слышал. Такие богатства, которые у него, такая мудрость, такой порядок. Нигде такого нет. И она постоянно слышала, царица Савская. Издалека она пришла. Я, к сожалению, не знаю, сколько это, в километрах, но издалека. Она пришла послушать мудрость Соломону. И чтобы он ответил на все ее загадки. Он запросто ответил на все ее загадки. И она была настолько удивлена, она сказала, что и половины из того, что мне говорили, не сказали. То есть то, что я вижу, это в несколько раз больше того, что о нем говорили. И она, Библия говорит, принесла дары Богу, о, Соломону, подарки. И подарки там были просто драгоценнейшие. То есть у нас просто, мы не представляем, там, изумруды, верблюды, в общем, все, все, драгоценности. Это подарок, это подарок тебе, царь, просто. Это не подкуп, это просто подарок, это просто почести тебе. Я думаю, там несколько миллионов евро, наверное, было. Скорее всего. Конечно, Соломон это принял, он ухмыльнулся, посмеялся. Но когда царица Савская отъезжала обратно, вы знаете, как Соломон ее наградил? Я думаю, у нее буксовали верблюды. От всех подарков. Вы ловите сейчас духовный смысл. Соломон принял от нее подарки, но в несколько раз больше дал ей обратно того, что он имел. Так вот, Соломон, он еще не знал до конца этого ничего. Он от чистого сердца для Бога дал жертву, великую жертву. Иногда мы хотим видеть прорыв, иногда мы хотим видеть что-то великое и не видим. А где жертва? Вот Бог сегодня видит людей, спасающимися. Отец Небесный принимает всякого, кто верит в Иисуса. Но чтобы это произошло, Бог отдал жертву Сына. Он отдал жертву. Это жертва была. И вот смотрите, теперь он стал многодетным отцом. Смотрите, Соломон приносит жертву Богу. Потрясающую просто, которая зашкаливает. Я думаю, люди задавали вопросы и говорили, Соломон, может, хватит? Чего Бог тебя не слышит? Зачем ты так много делаешь? Ну, сто быков, ну, двести, ну, зачем тысячу? Все сожжения. Зачем? А Соломон делал это для Господа. И когда Господь явился ему во сне, не пренебрегайте с нами, не пренебрегайте. Он спросил, что ты хочешь, Соломон? Я дам тебе. Что ты хочешь? Возможно, Господь тебя сегодня не приходит во сне, не спрашивает, что ты хочешь. Потому что Он знает, то, что ты попросишь, это мелочь. Он хочет намного больше дать, но то состояние, в котором ты находишься, ты у Него максимум попросишь 100 евро, чтобы тебе какой-то счет срочно оплатить. Послушайте, Бог не для этого существует. Он, конечно же, вникает во все наши мелочи, во все наши нужды, все Он вникает. Но то, что Он хочет дать, Он хочет намного больше дать, но Он ищет человека, которому дать это. И Бог говорит, чего ты хочешь? Он говорит, я прошу у тебя мудрости. Потому что ты поставил, я поставлен царем над Израилем, над многочисленным народом. Это народ непослушный. Это народ, может быть, там, знаете, очень умный и хитрый, и все вместе, и благословенный, и все. Я не знаю, как управлять этим многочисленным народом. Я прошу у тебя мудрости. Он не попросил денег, он не попросил мести, чтобы его врагам, Бог его врагов наказал. Он попросил мудрости. И тогда Бог, ему была приятна эта просьба. Послушайте, просьбы, которые мы приносим Богу, приятны ему эти просьбы или нет? И когда Бог услышал, что Соломон просит у него мудрости, Бог говорит, вместе с мудростью я даю тебе и богатство, и известность, и долголетие, и мир, и все. И Бог дал ему, не дьявол дал ему, Бог, живой Бог, который на небесах, благословил его жизнь и утвердил. Давайте прочитаем Экклесиаста 12 глава 13 стих. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо, в конце своей жизни, в конце своей жизни он подводит резюме, он подводит черту, и он выдает самые драгоценные слова, которые нам всем сегодня необходимо услышать. Это такое просто мудрейшее наставление, вернейшее и мудрейшее наставление для каждого из нас. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Бойся Бога, не ходи в страхе, другими словами, ой, как бы он меня молнией сейчас не убил, ой, ой, я лучше даже имя Его не буду произносить, потому что умереть могу. Не об этом речь, речь идет об уважении. Знаете, когда, я вам сейчас объясню, что значит бойся Бога. Это когда подростки не уважают старших. Могут хамить, например. Могут на равных разговаривать со старшими, с родителями. Ребенку 13 лет, или там еще меньше, или чуть больше. И он может просто, смотря в глаза, что-то тебе говорить такое оскорбительное, язвительное. То есть человек, у которого нету страха, нету уважения. Не то, что он боится, сейчас папа или мама что-нибудь сделает. У него просто состояние наглое. Наглое состояние. Или с пасторами, когда разговаривают. Бросают что-то, колят, какие-то огрызки. Это говорит о том, что у человека нету страха. Или с начальником на работе говорят. Начальник тебе говорит, а ты ему огрызаешь, что ты говоришь, сам иди там. Или сам ты такой. И когда он пастор рассказывал, я говорю, стою в прославлении, пою. Я руки поднял. Я просто на небесах. Меня, говорит, не было. На земле. Я в собрании. Я поклонялся. Я стоял на небесах. Просто находился почти на небесах. И вдруг пастор, говорит, ко мне подходит и говорит мне, что ты как встал, как в босс тут. Иди, лови людей. Люди падают от силы Божьей. И он говорит, я за долю секунды спустился с небес. И ответил ему, язвительно, старшему пастору, сам ты как босс. И он говорит, я моментально потерял мир. Я моментально выпал из присутствия Божьего. Моментально. У меня начались проблемы. Я, говорит, все, я принял решение, что я из этой церкви ухожу. Меня достало это все. Меня достало вот это все. Проблема, разве, у пастора была? Пастор как генерал. Он может наорать на тебя. Может вежливо, может сдержанно сказать. Но он знает, что он делает. А человек, который огрызается, так же и Бог. Бог, например, что-то тебе сказал в законе Божьем. Но ты живешь так, что тебе наплевать. Ты бросаешь вызов своей плотской жизнью. Меня вообще не устраивают эти все законы. Твои слова. Вот это, знаете, равнодушное поведение. Это отсутствие страха Божьего в жизни человека. Отсутствие. Раньше все-таки молодежь была другая. Они старших уважали. Вы, наверное, учили, я думаю, об этом. Если старший входит, пожилой входит в троллейбус, в автобус, да мы подскакивали. Подскакивали, говорили, садитесь, пожалуйста. Сейчас такого, если рассказать молодежи, у них нету такого понимания даже. Там на вы называли. Я помню, на работе называл женщину на вы, а она была эстонка. А у эстонцев, у них, как и у финнов, у них на ты. Со взрослыми на ты. Я вы, вы. Она говорит, я что, такая старая, что ли? Ты чего меня так называешь, на вы? Знаете, это идет просто воспитание, уважение, когда ты человека на вы. Здесь мы немножко изменились, мы стали говорить на ты и нормально. Вот. Но вообще в нашей культуре вот в уважении есть. Было, по крайней мере. И вот ты смотришь, например, когда есть неуважение, нету страха, нету уважения, потеряно. И поэтому это говорит о том, что человек, он выпал из присутствия Божьего. Он не живет в воле Божьей. Поэтому ему по барабану, например, там, у Бога есть нужды. Да многие верующие даже не в курсе, что у Бога есть нужды. У брата и сестры есть нужды. Да многие вообще даже не в курсе, что у них есть нужды. И вот смотрите, экклесиаст, да, этот Соломон. Он здесь говорит, бойся Бога и заповеди его соблюдай. Потому что в этом, потому что в этом все для человека. Если мы будем жить в уважении Бога, мы будем почитать его. Бог благословит всю нашу жизнь. Бог благословит даже больше, я вам скажу. Он благословит наш род. Но вот кто из нас желает, чтобы впоследствии у нас дети спились, кололись, в тюрьму попали, нищие были, отсталые были. Ну, кто желает, чтобы там родился инвалид или что-нибудь еще? Послушайте, я никого сейчас не хочу обидеть. Но никто из родителей не желает этого для своих поколений. Если мы даже так не задумывались, то, по крайней мере, мы о своих детях хотим, чтобы они были и здоровые, и сытые, и умные, и обеспеченные, и все, чтобы у них было замечательно, хорошие семьи. Мы никогда не желаем плохого своим детям. Послушайте, но Бог не смотрит на тебя и на твоих детей только. Он смотрит на поколения, которые произойдут через тебя. И то, как ты сегодня относишься к Богу, будет отображаться на всех поколениях, которые пойдут после тебя. и Бог дал мудрость Соломону. Бог дал ему эту мудрость за одно мгновение. Он не учился в библиотеке, не сидел. Он не просиживал там все ночи напролет. Он не учил, он не смотрел ничего, но он знал все. Он умел судить людей. Как помните случай, когда две женщины пришли и говорили, это мой ребенок, а другая говорит, нет, это мой ребенок. И он их рассудил. Он нашел настоящую мать. Он привел этот случай, привел этот пример. И выявилась настоящая мать. Он говорит, отдайте ей ее, дитя. А она настоящая мать. И когда народ услышал об этом, разнеслась молба по всей стране, все поняли и убоялись, и поняли, с ним Бог. С ним Бог. Послушайте, горе царям, с которыми нет Бога. Им придется все равно где-то искать поддержку, где-то помощь. только не у Бога. Итак, царь Соломон это не просто мудрейший царь. Он и богатейший. Вряд ли было то, существовало на земле, чтобы он не мог себе позволить. Какие-то удовольствия, какие-то наслаждения. Он специально, он говорит, я принял решение исследовать мудрость и глупость. Он все попробовал. Он попробовал все грехи. Он попробовал все удовольствия. У него было 700 жен и 300 наложниц. У него были лучшие вина, лучшие кони. У него было все самое лучшее. У него фонтаны были. У него сады были. Он знал, как все это делать. Как все это ухаживать за этим. Рабы, слуги были. Оркестры были. Какие хочешь тебе там. Все было, все, о чем даже мы не можем помечтать, он имел в свое время. Он был самым мудрейшим царем. Он даже сам об этом писал. И вы знаете, что? Он потерялся. В благословениях очень часто можно потеряться. Очень часто можно забыть, что Бог дает тебе это с целью. Бог никогда ничего не дает бесцельно. Просто на и все. Нет. Все с целью. Все с целью. Бог сотворил человека с целью. Бог сотворил луну и солнце с целью. чтобы календарь людей был. Время чтобы часы было. Без луны, без солнца не было бы часов. Бог все делает с целью. Если Он что-то хочет произвести в твоей жизни, Он хочет предать это огласке. Он хочет прославиться, Он желает. Бога прославляют птицы, Бога прославляют звери, моря, океаны, ветер. Бога прославляют стихия, буря. Все горы прославляют Бога. Только бывает человек не прославляет. А Бог Он желает проявляться в нашей жизни, чтобы Ему обратно, все от Него, все от Бога, им и к Нему. Когда Бог что-то творит, пусть это произведет плод вашей жизни, и пусть это обратно к Нему придет, в хвале, что мы благодарим Тебя, Господь. И Соломон мудрейший человек. Не было ни одной загадки, которую бы он не отгадал. Он знал все, просто представляете, за одно мгновение, как будто просто поменяли головы. Раньше была обычная голова, а теперь сверхъестественная. Та часть, которую ученые говорят, заблокирована мозга в человеке 95%. Заблокирована, нереализована. Она заработала на всю, на полную катушку. Иногда мы удивляемся и говорим, ну вот почему же только на 3% мозг работает, его ресурс израсходово. Слушайте, если мы с тремя процентами атомные бомбы научились делать, то, я думаю, с процентами 20-ти, земли бы уже не было точно. Поэтому Бог он заблокировал, он и жизнь ограничил, что никто не будет жить там тысячу лет, 120 лет, а потом мы видим, что человек живет 70 лет, при лучшем здоровье 80 лет, Моисей писал. Потому что многие люди живут для зла, делая зло. Кто-то живет, даже не осознавая, что ему дается прекрасная возможность поверить в Бога, обратиться к Нему, начать с Ним жизнь. Поэтому зачем ему жить тысячу лет, если он и даже и за тысячу лет не придет к Богу. 12 стих, Экклесиаст, 1 глава, 12 стих. «Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудрость, испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Суета это переводится напрасность. Все напрасность. Ничто на земле не имеет смысла, если там нету Бога. 16 стих. «Говорил я в сердце моем, так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце моего видела много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали. Кто умножает познание, умножает скорбь. Испробовав все, испытав все, он подводит черту и говорит, у вас не будет такой возможности. Я говорю, это единственный человек, у кого были вот эти возможности. И он вам говорит, вам не надо туда ходить, вам не надо ходить темными путями. Вот многие люди думают, что если они будут много работать, то у них будет много денег. А если у них будет много денег, тогда они будут жить хорошо. И Соломон говорит, не надо, не надо, ищи божественного, Бог тебя благословит. Ты, может быть, будешь работать меньше, денег будет больше, и у тебя будет мир и благословение. И знаете, вопрос сейчас не стоит в том, воздаст Бог, не воздаст Бог. Бог воздает, что мы делаем с этим благословением. Послушайте, что начал делать Соломон? Он начал нарушать Божьи заповеди. Это пошел уже крен в его жизни. Это пошло все, это в сторону. Его жизнь пошла под откос. Давайте сейчас будем молиться. И когда вы будете молиться, примите для себя это основание. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Бойся. Две вещи, две вещи, несложно запомнить. Бойся Бога, то есть уважай Бога. И заповеди, заповеди, все, что Господь заповедал. Смотри, исполняй свою жизнь, держись, храни себя, уходи от зла, ищи добро, ищи то, что Бог хочет, ищи воли Божьей в своей жизни. Это заповеди. Твоя жизнь будет благословенна. И помни второе, когда твоя жизнь будет благословенна, опять принеси это и отдай это Богу, скажи Бог, ты благословил меня. Я просто всей своей жизнью тебя прославляю и благодарю тебя. Я просто тебе отдаю это обратно. Все, все мое твое. Аллилуйя. Отец сыну сказал, все мое твое. Часто сыновья к родителям так не говорят. Но отцы говорят, все мое твое. Я все для тебя сделаю. Я полностью для тебя все отдаю. Бог ищет этого. Бог ищет любви. Если вы думаете, что Бог ищет работников, Бог не ищет работников. Бог ищет поклонников. А знаете что, все поклонники, допустим, если по-мирски говорить, которые любят звезду свою, они ездят на эти концерты, смотрят с открытыми глазами, плачут. Еще не дай Бог, эта звезда обняла, или сфотографировался, или подписал, там все, там обморок счастливый. То есть, когда идет речь о поклонении, всегда речь идет о любви. Когда Бог говорит, что Бог ищет всех поклонников в духе, это означает, что Он ищет любви от человека. Он ищет человека, на которого можно излить любовь. Когда Бог на тебя и зальет любовь, тебя разорвет нам маленькие атомы, такое счастье придет. Ты никогда уже не будешь ходить прежний. Нам всем это надо, послушайте, поверьте. Субтитры 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 Субтитры